ну вот как ты мог приехать на пасеку вот у меня вторая сейчас волосах копошится ну ты ее шлепай вот так вот прям дави рукой она тебя только не уже тут штука называется медогонка до рамки открываешь стоишь начинаешь ее раскручивать нет вылетает по стенке стекает вниз вот это тоже пустые ли это с медом еще в магазине то есть это что-то называется магазин до семья более менее развилась сверху ставит магазин они отсюда искать на нет никакого расплода ну вот один прям отличить вот тут вот тут только мед да это ввоз но за брус не было единственным скрома который вырабатывает просто не топлива эти сдается и меняется на искусственные овощи искусственные овощи но посередине рамки от нее пчелы уже оттягивают вот эти вот здесь немного трудного расплоды то есть трутинг это смет желаем узкого пола а так все пчелы они почему тут это личинки что это личинки не уже если не сформировались к весне пчелы уже начинают их вытаскивать клещ клещ от личинки а клещ это в личинках живешь это зараза послушал вот если пчел просто оставить они все на сколько лет вперед мед сделать просто летят все вынесут меда какое-то количество и улетят в другое место они роятся то есть нельзя так чтобы они много меда искали вы на одном месте остались дальше просто раскручиваешь он по стенкам разлетается если сильно будешь крутить рамку можно сломать можно ставить не сразу мед прилетать приносят нектар отрыгивает и чайки он процент от 30 лет вытаривает влага выпаривать сама по себе не сам не по себе они как вуле тепло вентилирует вечером улей чтобы влагу выпарить ну что дровички что-то вот такое чтобы больше дымит да что больше дымит ну что больше дымит здесь впереди литка стоять не надо перед литком литка пчелы то есть стоишь на лету они будут живут идут с работой вот семья вот улица Даганск называется 12-ти рамочная в смысле это молодая семья получается это как бы в процессе работали райву остыня вошла сколько их Вот пчелы, это вот пчелиный расплод. Сейчас покажу дальше вот этот, трупневый. Вот трутень. И вот мы как бы выбираем. Потому что у меня клещ больше. Они вообще не плодятся? Трутней? Нет, почему? Трутней плодятся. Только они сейчас не нужны. Они нужны трутней для оплата дворейной матки. У нас и плод дворянные по этому моменту. Они же только едят. Получается, и все. Вот это пчелиный расплод. Матка ссивает. Ветим. А это вот рабочие пчелы откладывают? Да, рабочие пчелы. Ну это как бы инстинкт размножения. Вот это вот мисочка отсюда вот для они ее оттягивают. Я там дальше покажу. А матка вообще откуда берется сама по себе? Матка она одна. Матку только они ее выкармливают. Отдельно. Ну ты имеешь в виду, что вообще семья-то откуда берется? Семья. То есть получается, вторая матка у них появляется и... Ну как бы вот семья летом... Ну, можно искусственно как бы разводить пчел. То есть забираешь пчелиный расплод с яйцами, с пчелами. То есть вот так в четыре рамки допустим берем, ну грубо. с пчелами. Оставляем матку здесь у себя. Это будет материнская семья. Мы ее оставляем здесь. Пчел берем и с расплодом, допустим, с запечатанными, запечатанными, с яйцами. Пчелы чувствуют, что они осиротили. И выводят, да? Наверное, распечатанное. Вот вот вот. Смотри, видишь, там яйца. А, во-во, вижу, да. Ну вот. Вот с этого яйца они как бы вытягивают вот здесь лучше видно. Угу. Да-да-да. Здесь вообще хорошо видно. Они с этого яйца оттягивают маточник и выводят до маточника. Ага. Ну как? Ну, могут несколько маточников проложить. маточники выходят, а остаются сильнейшие. Угу. Получается, сильная. Через течение там 10-й ды она должна оплодотариться, спариться с трупами, оплодотариться и начать сеять. Угу. То есть где-то лист уходит на все по-всюх. И новая семья получает. Ну и как бы она начинает сеять, постепенно развиваться. Угу. Ну то есть там процесс уже где-то подселить нужно где-то. Ну то есть она уже будет, это делается весной, в май. и где-то на следующий год она будет уже полноценная семья, если ей не помогать. Выплодируем. Ну то есть она уже на следующий год будет побудить. Угу. Прилесить мед. Карень. Видим, маточный. Настоящий. Мед в смысле маточный, да? Нет, это маточное молочко. А оно для чего? Ну, в нем белка очень много полезного для иммунитета. Угу. Но оно в очень небольших, да, количествах? Ну, буквально там 2-3 штучки. А вы его тоже собираете вот так? Его не сильно много. Я собираю. Ну, для себя собираю. Угу. То есть мед с маточным молочком очень сильно разведенный. что, давайте я добавлю. Как бы вот здесь куколка развивается вон у червяча. А-а-а. Понятно. Ну, червяк. Вот это вот маточное молочко. А почему вы их уничтожаете? Ну, как бы не заходит в райвое состояние, они уже не работают. Угу. или когда-либо рой выходит уже в жулии. Рой выйдет. Угу. Там маточников много. Ну, оставляешь где-то один. Два. Таких полноценных, чтобы они были. Смотришь уже. Угу. И... Все, они потом выходят между собой они борются. Остается сильнейшая отличка. Угу. То есть матка гулядна. если семья в роевом состоянии, плодная матка, когда вот рой может быть вилка на него. Угу. Когда рой пчелы уходят, вся летная рабочая пчела в процессе размножения уходит за маткой, где-то целится рядышком на ветке, потом через, ну, в течение некоторого времени они улетают еще дальше. Даже километрах за 15. уходят с плодной маткой, которая была одна, в уле остаются вот такие маточники, и пчелы, нелетные пчела уже, то есть они вывалят себе маточку. Угу. То есть если эти маточники не убрать, в процессе вот рояной, когда в роевом состоянии, то пчела уже та, которая будет летной, она за этой маткой уйдет уже не может. То есть может часть семьи потерять? Потом еще часть уйдет за следующей маткой. И вот так не останется никого. Никого не останется. А в одной семье какое количество пчел, например, в такой среднем? В тысяч 7 лет. А вот это вот на лапках у них желтое, это то, что они брали, Это кружца? Это белковый корм для молодых чел. То есть это пчелиный клет. И у вас получается каждый день вот так подкачиваете, да? Когда меда полный наберут. А как часто? Ну, как правило, зависит от взятки. Вообще могут набрать за 5 дней полный. прополис это шпочки деревьев на воде. Смола вот так пчелы вот забирают. Видишь, вот на стенке вот это прополис. Вот прополис. То есть они залепляют рамки друг к другу прилепляют. вентиляцию делают. Здесь как строительный материал, Да. Ну, это такая самая ближайшая пасека, которая вообще в принципе была. Вот только только с Тургайка приехали. Сейчас где-то через неделю поедем на Гречиху из Южного Ральска. Вот вот в речке потом съездили на пацанулах и оттуда уже домой. где-то конец августа. А вот задымлять чтобы не жарили или с какой целью? Да, боятся, они набирают сразу мед, думают, что пожар и набирают мед в зобики, чтобы уже выходить. Это это боится дыма. Вот так могут набрасываться. В общем от породы пчел зависит. Здесь среднерусская допустим порода, карпатка к ним подойди, пули открой, они даже дали. То есть очень спокойно. От породы пчел зависит. Здесь получается здесь рамки и здесь рамки. Здесь рамки и здесь рамки. То есть по силе семьи делаешь надставки. сюда в основном они несят мед. А там уже как бы рабочее гнездо. То есть мы сетками еще ограничены. Стоишь на льду, пчела идет, почему кушают отходи. Домой идут, ты не мешаешь. На самом деле для того, чтобы много меда супер не обязательно много пчел. Надо постоянно куда-то перемещаться, передвигаться. Просто в ульях правильно наводить движуху, чтобы все четко было, чтобы они вовремя собирали мед, вовремя развивались. Меня в усили крепчивые. На самом деле не так уж и больно, как многие рассказывают. Как не больно? Когда пчела жалит, она оставляет. жало и мешочек яда. То есть если вместо это зажать, то сразу выдаешь этот мешочек яда под кожу и соответственно последствия будут хуже. Поэтому если пчела ужалила, то нужно просто подцепить это жало аккуратно каким-то острым предметом и вытащить его. Можно ногтем аккуратненько видеть. Главное, чтобы не нажать этот мешочек с ядом. А, пчелу очень почему-то любят запутываться в волосах. Если они запутываются в волосах, они жалят. 100%.